Думаю, по городу Бишкек выборы признавать недействительными нет политической воли со стороны избирательной комиссии. Почему? Потому что с самого начала этого выборного процесса город Бишкек и город Ош отличились массовыми нарушениями в виде подкупа голосов, в виде манипуляций со списками избирателей и административного ресурса. К сожалению, Центральная избирательная комиссия вместе с правоохранительными органами проявили халатность, бездействие, что привело, конечно, к такому фарсу, когда в день голосования и выездное голосование в том числе все бишкекчане видели, как по городу Бишкек открыто подкупали голоса избирателей, и в этом были уличены не одна партия, а две-три партии. После того, как день голосования прошел, и партии, которые проиграли в том числе, и которые набрали меньшее количество голосов, они начали проводить митинги, акции с требованиями отменить выборы, но ЦИК бездействовал. И для того, чтобы отвлечь общественное внимание, тем более активисты и наблюдатели выявили нарушение на референдуме, для того, чтобы отвлечь внимание, на мой взгляд, была снята одна из партий, которая была замечена в нарушениях, но то, что сняли именно одну партию НДПК и не принимает никаких мер в отношении других партий, которые также были замечены в подкупе голосов и в административном ресурсе, сейчас вы видите, даже домкомы квартально уже сами идут и жалуются, что на них давили, их обязывали, их принуждали, их вовлекали, и несмотря даже на то, что уже сами исполнители признаются, что та или иная партия их задействовала в манипуляциях выборного процесса, все равно избирательные комиссии молчат. И из-за того, что таким образом идет подведение итогов по городу Бичкек, конечно, наглядно видно, что верховенство не закона сейчас, а верховенство каких-то интересов происходит. Тем более мы все знаем, что в отношении партии НДПК, что территориальная Бичкекская избирательная комиссия, что центральная избирательная комиссия собирались ночью и принимали решение ночью, что также дает такой негативный оттенок заинтересованных каких-то закуларных игр. Если сейчас, конечно, в отношении двух-трех других партий, которые по городу Бичкек были замечены в подкупе голосов, ЦИК не примет никаких решений, то, конечно, такое послевкусие, что одну партию сняли лишь из каких-то интересов, он останется. Но по городу Бичкек, я думаю, выборы не будут признаны недействительными, потому что до настоящего времени, несмотря на жалобы, несмотря на обращения граждан, несмотря на митинги, никаких действий не было произведено ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны центральной избирательной комиссии. Хотя в отношении одной партии они очень мобильно сработали. Почему нет такой же мобильности в отношении других партий, конечно, оставляет много вопросов. Во-вторых, это столица. И в столице сейчас идти на перевыборы, конечно, учитывая боткенские события, то общественное сейчас положение, которое есть в стране, с введением новой конституции, с изменением ротации в политических процессах, в кадровых вопросах, я думаю, что на это нету точно никакой политической воли и нет уже никаких интересов. По поводу итогов выборов депутатов Оржского городского Кенеша. Оржская ТИК давно, недели две назад подвела результаты, но Центральная избирательная комиссия тянет вопрос утверждения этих выборов. Почему? Конечно, вопрос. Я надеюсь, что, учитывая, что в Токмаке выборы признаны недействительными, в связи с тем, что незаконно массово прописанные в прошлом году граждане были допущены к голосованию. ЦИК на своем заседании по признанию недействительными выборов в городе Токмак это признал. Со стороны ЦИК провела бездействие и халатность, которые они сами, некоторые члены ЦИК и председатели в том числе, высказывали, что мы не думали, что эти люди незаконно прописанные придут и проголосуют. Работа со списком избирателей по очищению списков избирателей не была, к сожалению, проведена. Вот так под шумок, как будто бы ЦИК хотел провести эти выборы, но в итоге вы видите, что манипуляции со списком избирателей, которые были в прошлом году, массовые прописки, эти резиновые квартиры, они дали негативный эффект уже на этих выборах. И получается, если по городу Токмак в списках избирателей не была проведена чистка, и те люди, которые были массово незаконно прописаны в прошлом году остались, то эти же люди остались и в списках избирателей по городу Ош и по городу Каракол. Потому что мы с вами делали расследование, и мы выявили, что, к примеру, в том же Оше незаконно было прописано более 10 тысяч человек. И эти же люди, получается, сейчас участвовали в выборном процессе, и как можно говорить, что выборы прошли честно, и только местное сообщество участвовало в голосовании. Получается, там тоже эти манипуляции сработали. ЦИК бездействовал, правоохранительные органы и регистрационная служба, конечно, ждала, возможно, реакции от ЦИК, потому что во время выборов за качество, чистоту и точность списков избирателей отвечает Центральная избирательная комиссия. Этого не было сделано, и теперь сейчас признавать недействительными выборы в городе Токмак из-за того, что были манипуляции со списком избирателей еще год назад, и они не были разрешены до настоящего времени. В связи с этим были выборы признаны недействительными, так как незаконно прописанные люди проголосовали, то признавать выборы с такими же манипуляциями еще в больших размерах в городе Ош невозможно. И тот же самый вопрос по городу Каракол, потому что там тоже около 4 тысяч избирателей были в прошлом году незаконно прописаны. Поэтому я думаю, что в рамках закона и для объективности, для обеспечения верховенства закона, демократичности и однообразного применения законодательства необходимо отменять результаты выборов в вождь и городской кинешь. Конечно же, за это должны нести ответственность члены ЦИК, и все расходы, которые государство понесло на организацию и проведение выборов в городе Ош, Токмак, Каракол, должны быть возмещены за счет членов Центральной избирательной комиссии, которые должны были все-таки обеспечить чистоту и чистоплотность процесса, но не сделали. По каким причинам, в чьих интересах, конечно, в этом отношении генеральная прокуратура имеет полные права и полномочия возбудить уголовное дело, осуществить проверку, и если есть, конечно, халатное бездействие, либо некий умысел, то, конечно, в рамках законодательства необходимо привлечь к ответственности.